Сотни человек вышли на улицы Стамбула, протестуя против результатов референдума. Изменение конституции, которое инициировали власти, превращает Турцию в президентскую республику и наделяет президента Эрдогана беспрецедентно широкими полномочиями. Митингующие прошли маршем по центральным районам Стамбула, скандируя лозунги «Это еще не конец» и «Мы продолжим бороться». Результаты референдума еще раз показали, насколько глубок раскол в турецком обществе. По одну сторону оказался средний класс, который хочет видеть Турцию частью Европы, по другую – более консервативная, религиозная, но менее обеспеченная часть населения, которая поддерживает жесткую политику Эрдогана. Я считаю, что во время голосования было много нарушений. Мы слышали по новостям. Мы будем стоять за свои голоса и не признаем победы лагеря «Да», потому что реальный результат – нет. Я не хочу, чтобы парламент расформировали. Я хочу, чтобы парламентариев избирали мы сами. Я против власти одного человека. Сегодня главная оппозиционная партия, ДжХП, подала апелляцию в Центр избирком с требованием аннулировать результаты голосования. Причина – в неправомерных, по мнению заявителей, действиях Центра избиркома. В последний момент он признал действительными бюллетенями с ответом «Да», но без печати. Оппозиция считает, что это могло заметно повлиять на результаты. Неудовлетворительным проведение кампании референдума признали и представители парламентской ассамблеи Европы и ОБСЕ. Глава одной из делегаций Тана де Сулетта прокомментировала это так. Кампания проходила с ограничениями. Мы наблюдали значительный дисбаланс в том, как она проводилась. Действующий президент и несколько высокопоставленных чиновников из его партии принимали очень активное участие в кампании «Да». Мы констатировали использование административного ресурса и препятствия оппозиционным партиям и гражданским организациям проводить кампанию «Нет». Наблюдатели ОБСЕ заявили, что для проведения демократического референдума не было создано адекватных условий. На все это президент Эрдоган предложил европейским наблюдателям знать свое место. И сразу же предупредил, что это еще не последний референдум, будет еще по меньшей мере один о восстановлении смертной казни. Напомню, что эту меру наказания в Турции отменили в 2004 году, уже во время правления Эрдогана. Профессор международных отношений Галатасарайского университета Алифаик Демир считает, что даже если в ЕС недовольны результатами референдума, Европе нужно аккуратно выстраивать отношения в Турции. В то же время, по его словам, Турция не может полностью прервать отношения с Европой. Турция – член НАТО, и именно поэтому она не может полностью дистанцироваться от западного мира. Развитие отношений с Россией может стать для Турции своего рода лакмусовой бумажкой для теста отношений с Западом. В то же время турецкий вице-премьер Нуман Куртрумуш уже сегодня заявил о пролении режима чрезвычайного положения в Турции еще на три месяца. Особый режим был введен в конце июля прошлого года после неудачной попытки государственного переворота. Шахилий Куб. Настоящее время.